Так, ну что, здравствуйте, дамы и господа, всем добрый день, всем привет, Dream League, 13 сезон, квалификации на второй мажор в Лейпциге, который пройдет в январе. Заканчивается групповая стадия, начинается плей-офф. Прямо здесь и прямо сейчас. Первое место группы B против второго места группы A. Сигрет против Enigma, Кура против Пупея, Матумба против Кура, тут все сразу прямо встречается. И поскольку три слота у данного региона, одна из команд, которая эту серию победит, в ней победит, в этой серии, уже сразу гарантированно едет на мажор. Поэтому драка не за респект, драка за что-то важное, за что-то неэфемерное. И на ваших экранах старт драфтов, середина драфтов. Висп Чен, Кунка, Элдер Титан, Пак и Лондурид отправляются в бан. Добирается на ФП Фурион. Это прям замечательные новости. После чего Рубик Бестмастер добирается, Туск к Фуриону. Вторая стадия банов Морф, ЦМК, ОД и Герокоптер. И пусть же Кирос для Сикрет. Пока ситуация такая, что в среднем по патчу игры стали быстрее. В среднем по доте стало в разы меньше камбэков. В среднем. Но из всей этой замечательной статистики вбивается ровно один регион. Это EU. И вот он на ваших экранах. Самые долгие квалификации, самые долгие игры и самое большое количество камбэков. Посмотрим, сможет ли одна из команд удивить нас сегодня, здесь и сейчас. Закинуть, отыграться. Или же снова будет 2 по 15 от Сикрет, как вчера. Но пару раз получалось. Посмотрим. Набирается пока Бестмастер, Рубик, Джеки Роса. Это значит, что у нас хороший тавер дэмэдж, хорошие ауры. Схожий драфт был вчера, опять же. И позавчера тоже. Задумка такая, что добираются герои, которые под этими аурами, под тавер дэмэджем, под всем прочим, просто несутся вперед довольно быстро. Добираются Баклиеры, Мекки. Добираются Владмиры, Кирасы. В общем, добираются миллион. 2 миллиона, 3 миллиона. Сколько нужно. Доп айтемов поддержки, командных артефактов. И все эти ребята, там, под статус баром аур в количестве 15-20 штук, просто заходят и начинают разносить. Но обычно, обычно все это дело было под Ченом. Сейчас Чена, как видите, нет и не будет. И Чена-заменителя какого-то, Гриповодителя, тоже пока мы тут не наблюдаем. В лучшем случае будет какой-нибудь Доминатор от Бейсмастера. И этого явно недостаточно. Поэтому посмотрим прогрессию Пупея по этому драфту. Будет ли больше тавер дэмэджа, будет ли больше какого-то герой килл потенциала. То есть, может быть, какая-нибудь Лина появится. Может быть, будет что-то смешное, типа Ликантропа, что может и лица есть, здание ломать. Сейчас увидим. А Нигма добирает себе инвокера. И, судя по всему, это либо Виха инвокер, либо Миракл. Что в любом случае интересно. О, плюс вивер. Плюс вивер для Матумбе. Тот самый парень, который вчера в соло выиграл игру. Пришел, победил. И после его игры весь реддит просто пестерял с заголовками, типа, что раньше-то он так не играл. Где был этот замечательный Керри Матумбе в предыдущие года, в предыдущие? Выступления со старой командой. Всего этого очень не хватало. Теперь, поскольку он включился, выступает на полную катушку. Тем более, здесь, как бы, для него, возможно, крайне мотивационный матч, потому что играет против своей старой команды. Будем смотреть, насколько он хорош против противника посильнее, чем были предыдущие ребята. Но, опять же, вивер темповый герой, хороший. Включается в игру довольно быстро. И с ним сейчас, дабы не соврать, давайте я точно скажу тайминги. Последних карт сыграли они с альянсами, с этим самым вивером. И победили за 16 минут 32 секунды. Вот так вот у них получилось. И тоже был бестмастер. ОД, Чен и Тини. То есть, на самом деле, остальные герои не особо были на темп. Но получилось сдать по всем трем линиям. Получилось задоминировать и пугать всех героев на всех направлениях. Все первые выходы удалось стрелять и правильно на них ответить. В общем говоря, получилось здорово. И добирается Абадон. Помимо Тускара второй сейв. Явно намекающий, что либо Абадон, либо на Фурион. Теперь у нас будут его поступать в роли саппорта. В общем, я ставлю на Абадона, потому что Майн Контрол большой фанат Фуриона. И, возможно, он будет верить на третьей позиции сегодня. И это один из вариантов еще, который позволит сейвить от бестмастеровского ульта. То есть, единственная проблема пока драфта и ребят из Нигмы, что у них и Фурион и Инвокер, это что-то типа Семикор позиции. То есть, вроде как бы могут быть топ-дпэйсерами на планете. Могут там выдавать миллионы раскаста, магического урона, чистым дэмэджем закидывать. Но все равно обычно этих ребят мы именно там на позиции один невидимый добирается. Какой-то обычный хардкэрри какой-то еще герой, который будет потом всех съедать. Ну, типа того же Вивера. И вот такой герой, который может здесь появиться, страдал бы определенно, потому что он был бы целью номер один. Он был бы единственной занозой Попи, которая была бы у Сигретов. И бестмастер эту бы занозу Контрил. Тем, что у него урор, пробивающий БКБ. То есть, вынуждает либо собирать ленкин сферу, которую еще можно сбить. Это очень сложно играть, и поэтому, как раз таки, может быть, и появился Абадон, чтобы был свободен слот саппорта, и нужно было как-то это вот потенциально низкого кор-героя сейвировать. Банница Бруда, добирается Сларк. Вот, хорошо, кстати. Сларк еще и сам умеет из себя все это дело скидывать. Опять же, драфт не то, чтобы темповый. Что такое? Сларк, инвокер, фурион. То есть, все герои, которым нужно пофармить. Это как вот еще алхимика вот и взять. Гипотетически, конечно, они могут закончиться за 15, но обычно этого не случается. Так, ну и Сикритом. Герой в мид против инвокера. Темпларка, кстати, в пуле осталась. Что думать-то? Лучше же герои уже есть. Но, возможно, у Пупея есть какой-то другой план. Сейчас мы его увидим. Может, осталось не очень много топ-времени. Пошел уже резерв тайм. Последние секунды до драфта. Но я за темпларку. Не вижу героя против инвокера лучше. Так. Хорошо. Хорошо. Это Магнус Соло Мид. Хорошо. Все, давайте. До свидания. Мне тут делать просто нечего. Умеет, умеет, Климент удивить. Учитывая, какой пул героев был доступен. Учитывая, что против инвокера каждый пятый хорошо стоит, а каждый третий его еще и побеждает, выгоняет. Взять именно Магнуса, это интересно. Да, конечно, героя сейчас подбустили. Дали ему. Ну, наконец-то, Аганим, который выглядит хорошо, потому что старый вот с Аганима Магнуса, это был, наверное, один из тех слотов, которые были самым плохим решением в любой ситуации. Не было слота для Магнуса хуже. Крайне редко можно было придумать билд, в котором бы двойная волна давала бы хоть какой-то бонус, хоть какое-то преимущество. Теперь же Аганим дает снижение кулдауна на Скивер до 4 секунд, причем, причем, если взять какой-нибудь кулдан редакшн, то он, очевидно, становится меньше, и, очевидно, там, Хекс откатил, Юл откатил, НРП откатил и так далее. Вообще говоря, имея пару слотов, вполне можно развалить противника, там, допустим, с их Шрайна до своего Фонтана без проблем. Такие вот дела, поэтому посмотрим, что это будет. А еще, еще очень важно, что, если я правильно помню, то Эмпауэр теперь работает с двойной мощностью на самого героя. То есть, ниша, возможно, будет играть именно Магнусом, который будет тащить в помойку не свою команду, а команду противника, тем, что будет разрывать лица, потому что, опять же, с гигантским сплэшом здесь есть где развернуться. Так, ну что, смотрим. Кура на Фурионе, пятерка все-таки Фурион, третья позиция Абадон Майн Контрол, Виха Мид на Инвокере, поехал у нас Сларк от Миракла, ну и Джаш на Тускаре. Это команда Нигма. Так, и против них небезызвестные, крайне сильные и мощные ребята из команды Сигарет. Ниша будет играть на Магнусе, Матумба. На Вивере, собственно, Ебзор, снова Рубик, сам Пупель на Джеки Росе, ну и наш любимец публики, друг, товарищ, человек с лучшим музыкальным вкусом на планете, Зай на Бестмастере. Разбредаются пока без, опять же, каких-то изысков. 2-1-2. Фурион, скорее всего, полетит что-то куда-то делать. Правда, не понять, нужна ли будет помощь здесь Абадону, потому что, опять же, Пиньков вроде как сделали по итогу посильнее, и, может быть, реально будет триплант триплу, взял Блайтстоун Кура. Да и, на самом деле, мы вот в рамках групповой этапа много-много раз видели ситуацию, в которой Тускар приходит целенаправленно к Сларку триплой, чтобы на первых левелах при помощи Токтима разваливать вот таким вот Макаром примерно. Оп. 30 секунд урона. Это будет 30 экспы каждому. И, судя по всему, Дракта будет триплант триплу, соло ливер против Абасола Абадона, соло инвокер против соло Магнуса, это вообще, конечно, интересно, и триплант на триплу. Серия решает очень много. Поэтому команды явно подошли сюда на полном серьезе. Собственно, сейчас будут показывать, показывать доту. Показывать то, чего не хватало каждую вторую буквально карту этих квал, потому что все-таки не нашлось одинаковых мощных 10 команд в Европе, чтобы раскидать их по 5 равных мощных одинаковых групп. Были ребята посильнее, были ребята послабее. Вот, допустим, в группе А Ликвиды вообще сыграли с счетом 4-0. Группа Б получилась в этом плане чуть побаланснее. У нас был счет, получается, 3-1-3-0. 3-1 у Сикрит, 3-0 у Альянс. Так, ну и начинается. Начинается душка. Два крипа у Рубика, один уже у Магнуса. Да, с Эмфавром. 83 урона на первом урне, 50 у инвокера. Причем сплэш постоянно будет душить давить линии. И чем больше статов, тем больше итог урона будет давать себе, тем более жирным он будет сам остановиться. И при этом еще с доп. левелом можно подкачать будет темп-ауэр давать еще больше урона. Звучит отлично, пока справляется ниша. Просто Ра, опять же, за счет этого бонус урона. И если не качать левел А, то на третьем уровне можно будет взять Ишек Уэйв и Скивер, подтащил к себе и откатил. Вроде как обычно, так Магнус и делает. И вроде как у них обычно все это получается. 6-2. 6-2 против 4-0. Пока выглядит Магнус довольно уверенно. Я уверен, что не просто так этот герой здесь появился, я уверен, что где-то проверялся, где-то тестировался. Как был, допустим, с Мидваном, который играл в паблики, говорит, купей, смотри, короче, я нашел Даззл. Крут стоит, я уже игр 10 на нем завез, плюс 250 ТТС, го возьмем, го потестируем. Берут в праках, тестируют, и потом вот уже в проигре бегает Мидван, как сам Мирдаззл. Так и тут, я уверен, что ниша поиграл уже на Мид Магнусе после патча. И либо сам, либо впитал от такого, после чего уже озаботился возможностью освоить, скажем так, героя самому, и вот начинает фармить. Тем временем у нас, я смотрю, небольшие проблемы по ОХП начинают уже быть у саппортов в сложной линии для Рэддия. Постоянуты размены, бегают кабаны, бегают пеньги. Ну а здесь Вивер, как рейнджевик, страдает против Миричного Абаддона, просто потому, что вот Афотик щелд это плюто-мба. Но сейчас он уже закончится. И это последний Афотик просто потому, что кончается ману Абаддона. Ливир может попробовать с ним побоевать. Сейчас, варь 4-й удар получил. Успел уйти в инвиз. Будет жить. Но без класски остался. Правда, и сам Аль-Катрол остался без регена. 8-1, 9 на 1. Нормально страдает. И 1 и 2. Боттл будет брать Матумба, а здесь у нас будут Фейзы плюс стики для МС. Так, а вот и Кура. А вот и Кура, тычечка, вторую успевает дать. Хорошо. Успел, увидел, не умер. От Ставра, сломал Курьера, Ниша не законтролил. Всегда стоит помнить, играя против Фуриона, что он будет так делать, что нужно аккуратневать Курьера, что могут снять варды, что Курьер может даже не то, что вот как сейчас, но хотя бы вещи принес. Он может вообще не доехать. И с каждым таким убийством Курьера Фурион бустит свою команду на приятные цифры по деньгам, по экспе, и самое главное, опять же, подрезая противнику НК. Последний момент многие забывают, многие про это не помнят, но вот Курьер мертв, как видите, голда не капает в секунду. Вообще. Пошел уже под фарм лес, сейчас третий импавер, давай, бери, четко. Бонус для МИЖ-20, бонус для 35. Так, а у нас Симайд Контрол делает ФБ на Матумбе. Почему, интересно, не Типай, это, например, плюс 50 после этого. Потому что Вивера умерет от Абадона, надо постараться. Получается, где-то занаглел, где-то ошибся, при этом на них ему ехал Курьер. Судя по всему, доехал, донес, и он после этого подфидеет. Вообще неприятно. Ну вот так вот, Ферстблат на сложной линии МСИ оформляет, идет, правда, на базу ножками, потеряет сейчас время в даст левел, и в целом Атумба с этого фида по итогу чуть ли не в плюс выйдет, потому что сейчас про монеты, но второе, третье. Такое время в топе перетягивается Виха, помогает Миркуз сделать первый фраг, помогает Миркуз сделать второй фраг, два стака, убивают и Джекироса, и Бессмастера. Вот так вот, говорит Ниша. Я оставил мид, за что был наказан мой тиммейт. Надеюсь, вынесет какие-нибудь после этого моменты для себя, что может быть хотя бы стоит сказать, ребят, что я покурать, Мирокер может там просто не контролировать, телепорт не собью. В итоге стоял Кура, карауля, но Курьер здесь ждет, ждет своего часа, не двигается вперед, в итоге Кура уходит, никого не убив. Но они, левел 6, продолжают фармить леса. Выгляд хорошо, по фарму 46 крипов, инвокера 24, Нетверси, правда, вот из-за убийств, из-за перетяжек, из-за что если не крипа и стоит чуть меньше обычаев, так что у него не особо проседает. Но Магнус, он выглядит опасным. Купит ПТ, потом какой-нибудь, там не знаю, загершиловый, и может будет врываться, нападать, убивать. Ой-ой-ой, Джаш, как плохо, что не закрыл. Если бы сейчас закрыл, это бы вполне вероятно был бы враг на Зая, и как бы убить вражеском флайне, разработать плюс так Сларку было бы шикарно. А теперь просел сам, из-за него просела Меркл, и уже не хочет споткать крипаун. То есть сейчас Сларк не получает должной поддержки на этой линии, потому что дважды героев, плюс кабаны, плюс сам по себе смастер, довольно неприятный молодой человек, Меркл не фармит. Так, все, шестой на шестой. Опять же, остался без маны Абадон, потратил уже пять зарядов рейндропа. Остался последний, сейчас, скорее всего, потеряет и его. Очевидно, это дало ему довольно много дополнительного здоровья, которое он впитал от этих самых же кучей, но все равно, все равно это не очень уж хорошо, закупить что-то и потерять. Вот так. Ну что, скоро он купит Владмир. Баф на себя, баф на команду. Так, а тут у нас что? У нас сабля и Аганим в планах. Именно такой билд пока что выбрал для себя нишу. Четвертый пауэр. 160 урона на восьмой минуте постоянных, потому что баф вешать мана позволяет. Выглядит прям очень хорошо его. Фарм, его скорость фарма. Седьмая минута, первые шмотки сразу убивает эликсир. Так, так, так. Успитывать контрол. Утимейт пошел в это время ниши. Без РП просто убивает Джоаша. Тут тоже был просто важный момент. Нельзя было отрываться, потому что всегда не стой, не доценивать Матумбу он может впитать где-то четвертую тычку, получить сайленс и там в защите дополнительно от Абадона помереть. Поэтому я бы в этом моменте был бы прав. Я бы не удивился, если бы такое случилось. Ну, а Магнус еще и даблдп доходит. Здорово! 272 урона на девятой минуте. Доставить. Ну, это так. Ну-ка, РП, тычка, вторая, третья торнадо сбивает с него. ДД и в итоге живет. Живет инвокер, не смогли его добить. все равно присурс потратил, должен быть сейчас подригенец, а в этой рей нападение в топе. Убивают зая. Ну, и взор заманцевал, забирает джаш и теряет еще один стак плюс один для сларка, третий. Так, куры подцепили, пошли топоры. Пытается сделать тэп-аут, кабан бьет, и сушки бьют, кабан добивает. Не смог убежать. И вторая шмотка, лопата. Лопата копай. Так, что он там? Не увидел. Судя по всему, телепорт, потому что обои он вроде не убивал. Фласки сбалить я тоже не вижу. Так, ну что, близка десятая минута. Перевес пока меньше тысячи. Счет 3-5. Все на своих местах вроде как свои с латвией делают. Потихоньку полигоник туда фармливают. Стрелять у интиммейт, на самом деле, можно было побежать дальше. Бежал, но слишком поздно. Не находитесь, кстати, опять. Новый рейндроп, в этот раз уже для вивера. Умси, правда, тоже свой новый рейндроп, уже второй, получается. Так, перетягивается виха вниз. Это возможно задел под десятую под баунсированный по аутопост, потому что было бы неплохо отжать хотя бы один. По-хорошему было бы неплохо отжать сразу два. Так, и третья шмотка для рейдинга стороны, это ошенхард. Все, 3 на 0. Дайр, леса не фармят. Освободили и взорвлению, стандартно. Так, Руор в топе, врывается Магнус, вверху пошел в ультимейт, Паунса нового нет, сейчас потеряет нюхспид, и успевает, успевает выбежать, не погибает здесь. Чем еще и заберет Баунсирун, еще и начинает драться с Купеем, но это, конечно, Купе и занаглел немного. Пришел ниша, но есть РП, поэтому, возможно, он ничего не боится. Ну и у него еще 1900 хп, возможно, в этом тоже дело. Не подвез, не замедлил, Матуба на хосте, а на Куру просто улетает. Разбежались, разбежались, Нигла, Сварк прыгает в лес, тоже будет делать и паут, поочевидной причине, что зачем-то оставаться три героя в сроке. Только потеряет время атаку, уезжает сразу вниз на шрайн, фармить, так, и у нас Ебзор погибает в центре, убивает его Джаж вместе с Вихней. Так, все, первая шмотка и сразу Аэронталон. Хорошо, вышку снизу тоже сломали. Пошел дэмэдж в центре по тауру. Среди семьи не хотят, не хотят отдавать преимущество, хотят отдавать карту, но, к сожалению, для них вот этот парень все еще фармит. Судя по всему, к ним и должен сейчас уже лететь топор. Так и есть, сабля, то есть, готово. Ахмань контрол, далеко забежал. У него есть ультимейт, но сейчас у него стрелится автоматически. Так и иное происходит. Джаш пошел реверс полярити, пошел Джекирос с Макропирой и забирает пизы, как и раз, забирают второго. И это все еще не долетело. Сабля только сейчас прилетает готовая Хардреско, сдать плеток Флагмир, скоро будет любопытный доминатор, ну и подрезает курьеров, их это делает. Пришел Дефэ Тавер, но он здесь один. Здесь один, вроде в четырех, вряд ли он сможет Тавер Дэппыть. Почти в Динайл Тавер, но почти не считается. Ульт Фуриона почти тоже ни по кому не залетает. Ну и вроде как разошлись. Стоит Кура здесь, пытается поймать курьера, но вот видел его вард, поэтому сделать он это не сможет. Так, и и обзор ловел 7. Кура, телепорт, а и обзор тут как тут, ворует. Ультимейт, ворует Ультимейт Фуриона, Рубик. Все, жесть, сейчас начнется, а Сварти время находит на руину невидимости. Попадает, забирает у нас Джекероса и пытается теперь убежать от вивера. Он бежит прямо на Бестмастера. Узять ультимейт, не знает, видимо, что у того нет ультимейта своего. Ну и инвокер протектит все это дело, вырывается еще и Джаш. Пошло Торнадо, на Рубен тут так тут. Зря они так вылезают, Зая может быть заберут, просто так, с чем это все обернется, потому что у Джаши проблемы с лицом. Майн Контрол тут как тут на протекте. Решили дальше пока не лезть и все это время ниша фармит. Ниша фармит, а вот пост справа должен забирать. Вообще, в целом, какая ситуация была. 1-1 вроде мне оказалось по водопостам. Дайр получили, Райден точно получили. Да, и по баунтирунам получается 3-2. Так, 2-2 и хоста для Матумы. Вот как оно все было. Все, поехали. Ломай Тауэр в центре. Лакрити на Абадона. У Абадона еще четвертый Курсу Фавернус. Атакс пить просто нереальный, когда прокает пассивка. и вот сам Атакс пить успевает. Успевает мату нажать ультимейт, пошел урором Джаша, получает захил, выталкивает себя из своих шартов, своими шардами и сиропа ебает. Очень плотно, максимально плотно все это выглядит. Хорошо играет одна команда, хорошо играет вторая команда. Единственный вопрос, почему настолько мало ресурсов уделяется в формуле, с учетом, что у них есть и фурион и все прочие ребят, которые могут ломать хребов лесу, получается это в доп. деньги, получается это в доп. шмотки, потому что они даже не выбили вторую, не говоря уже про это по третью. 6% это то, что должно было выпасть довольно давно. И вот, МС выбивает Аркан Ринг, Рубик уже допокупает себе линзу в те времена, 25 экспы берет Абадон. Так, ну и посмотрим, получится ли где-то вы получить третью шмотку. Что 15 минут где-то рядом, а вот пост слева Радиент, а вот пост справа для Дайер. Подумыв, в опасной ситуации много героев все застягивается и нужно быть поаккуратнее, потому что есть досты, хотя, правда, кроме достов особо ничего хорошего по дизейблам. Риквы, которые старые никого нынешние не завязали, поэтому тяжеловато Вивера пока убивать. Ломается еще и Вард, ломается Вижен. Ну вот, он бежал развлекать Мираклом. Стандартный для себя билд, делает Диффуза, Миракл делает их тоже. Так, мы потом в опасности. Сейчас будет, пошел Хасна, пошел Торнадо, есть Дасты. Вышло так себе, Дасты нажал, когда Вивер был. Мало того, что Ауту Фрейнш еще и Торнадо, в итоге его возят. Попаду на сцене, ревзает ультимейт, Магнус Шилл РП не тратить. По баунтирунам 2-2. Должно быть, справа пока одна лежит, но это скорее всего заберут сами Энигма. По вот постам 1-1 и пошли шмотки Т2. Плюс шаль для Дайр, для Миракла, плюс Аквила для Миши. И как же он развалит, посмотри, Слар говорит, давай подеремся. Миша такой, давай, иди сюда. У меня 250, у меня сабли, теперь побил одного, побил второго. Пытается спасти, летает торнадо от Рубика, подтягивает Миша, получает дополнительный каст, видевал Рус Панча, и опять же, не тратит РП, не делает фраг. Сверху драка, убивают Зая, матома тут как будто, забирает Кура, дальше пока Злокером не побежал. Кому лопату-то отдал? Лопату у Зая, надо будет чекать, копает или не копает. И опять, кстати, причем играет в полужадных саппортов, то есть постоянно забирает фарм сам, Рубина выделяется линия в каждой игре, 4000 инверса имеет, то есть купила себе опять же линзу, 800 голды имеет сверху, готова диффуза для вивера. Снизу Джеки Рос раскинул ультимейт, подозревая, что сверху команда находится довольно далеко, никто на нее не нападает, никого в этой части карты нет, значит противник где-то снизу, откинул ультимейт и отошел заранее. Купе гений макро. Аниша продолжает фармить, и до покупки Аганима осталось всего 1000 голды. Цепляет Миракл Нишу, ну и тут подклад саппортов, конечно, без вариантов. Слишком долгий кастпойн для скивера, нельзя просто взять и уехать, даже если спамят клавишу. И погибает он здесь, далеко залез, далеко, слишком. И сларк тоже диффуза реализует, делает шестой себе перманентный стак. Такой сларк уже может быть достаточно неприятным противостоянием. так. Плюс сенсоринг и гистмастер, в центре наполнения есть подсек, это на Джаша, пытается забрать, не достает, достал. Достал, забирает Миракла, делает новое заклинание, прыгает матом вперед и доедает. Доедает Миракла, доедает у Джаша. В это время видишь, не забирает Ебзора, не стоп, забирает курьера Ебзора в спине. Потому что я расстроился, как он мог его убить, если он жив. И получается, не так и много заработали за смерть двух своих персонажей, причем не диасарх, это вообще беда. Горгерой, тут же выход на Рошана. Невидимка поднимает инвокера, воровый, не сномболом Роскаст дает, ворует санстрайк. Санстрайк, 100 урона всего чисто, но хватило убить и без него, минус инвокера, Абадон тут как-то потерял ультимейт и как драться за Рошана, когда не ДВ, ни инвокер, ни Сварка, не совсем правильно. В итоге отдают, отдают, Сварк едет просто в центр, не пытается бреди на шаль, повоевать. И у 19 минуты плюс Аэгис для Сикрет. Так, 4 монеты, 3, 2, 1, Аганим готов. Еще и лук убивает, как третью шмотку. Можно будет кому-нибудь отдать, на самом деле, какому-нибудь Рубику. Для подреза Magic Resist, по идее, хорошая вещь. Так, но тут Матумба продолжает напрягать, манико-тролл, у него нет ультимейта, делайте репорт, грамотное решение, потому что иначе пришлось бы потерять все здоровье, а ДВР от такого уже не убежать. Стандартный для себя вот Матумба после патча выбирает ПТ всегда, поэтому бегает быстро, бьет еще быстрее. Может быть, ему еще и Эмпауэр дадут, потому что статов не так и мало, и пусть он не будет сплэшевать, демидж-то есть, демидж-то есть, все, получил и расписался. В это время в центре Зай выходил, собственно говоря, на это выходил, и сберу ходит. Живет Меку, жмой Трор. Вроде как не отдался, так, из эксклюзива, но тратится, это просто в никуда. Вывозится команда чуть дальше на реку, Сларк нападает на Ивзора, везется еще раз, и вот он, самые четыре секунды, куда. Просто Магнус никого не отпускает, вывозит еще раз, прямо в заморозку, минус Сларк, Фурион уже забрали, можно катить дальше, подъезжает по Джаше, сейчас будет дабл-тычка замедления с Сабли, и можно будет убивать. Поехал с Кивер еще один, заливает, и Джаша тоже. Следующий кто у нас? Следующий Майн-Контрол теряет ультимейт, получая жучков, вихт, как тут не выходит из Ивизы, не подставляется. По аутпостам 1-1, по 500 экспы, каждую мерку заехала. Ну это, конечно, гигантская мобильность, дает хорошее преимущество, потому что драки, 2800 убить просто не получается, даже если сильно стараться. Ну вот, на него нападает, его закрывают, как вы, лол, наберете. Насандера может развернуться и пойти еще подраться с ними, потому что с таким количеством урона, дизейблов, топ-дамеджа, Магнус сейчас крайне хороший. Это вы еще, небось, не видели, как это выглядит, когда Морф берет Аганим и становится Магнусом. Вот тогда это реально весело. Потому что здесь это еще крайне гайтовая такая версия разноса по драке. Бесплатный скивер, скулдауном в 4 секунды. Что может быть лучше? 1200 рейджи, 280 урона. Симхо переаполе. Другой стороны персонажа достаточно долго был таким себе, чтобы теперь быть хорошим. Ну и, конечно же, на 21-й минуте, на 22-й, самое-то, манго-дерево. Падает. Куда его там? Дерево посадили, не посадили, отдали, не отдали. Да, вот. Тут скоро... Ну, где-то надо будет воткнуть нападение в сетку на Матумбу. Успеет, не успеет. Успевает. Я не знаю, на одном хп успевает нажать ультимейт, начинает драться. Один против трех, но команда рядом. Опять же, Магнус из любой точки карты подъезжает довольно быстро. А вот уже и он. А вот уже и минус жаж. Ну и, походу, дело будет минус 102. Магнус поехал дальше, видит в майк контрол, пошли дифуза. Ну все. Пусти, удачи. Хе. Ну нет, вообще невозможно бежать. Да, пошел ультимейт. И снова назад. Оп. Как уйти? Непонятно. Че, ты думаешь, все? Все хорошо? А еще один скивер не хочешь? Да, обошлось даже без него. Слишком маленький холдаун. И самая большая проблема то, что он бесплатный. То есть, Магнуса может просто спамить, и он реально сломан. Пытаются скиппить. К сожалению, для них пара криппов уже пришла. Нужно как-то их убить. Клинжевой крипп достаточно силен. Покупается Абадон. Начинается драка. Сразу все, майк контрол. Знаешь, у него нет ультимейта. Молодцы, хорошо. Минус Эфси. Минус Тускар. РП в Сларка. Сларк тоже погибает. Ну и все. Как бы похоже на то, что это попахивает геймом. Не отпускают, я думаю, Виху. Долетает ластычка. Это так. Год лайк уже для Матумба. Еще один байбэк. Перевес тут же стал непростым, а в 10 тысяч. Хорошо, ладно, не смогли реально убить всех хрипов. Поэтому антивугдор включился. Будем считать, что сколько-то времени потянули, а дефались. Но, Матумба 21, Ниша 18, 4 сварма так 2 килл, то есть этих жуков все просто не сломать. Каунт ударов тут не строит 12. По идее, сколько у нас? 6 татак от героя, судя по всему. И 3200 хп, почти готовый БКБ. Стопе. Нападение на Зая. Даже сюда тоже летит. Перековать, потому что замес его здесь заберут. 24-й, это скоро, скоро, совсем скоро, новые шмотки, совсем скоро. Новые экспа и новые деньги в виде баунтирун. Вопрос, чего не хватает. Джекирос, Форстаф, будет делать лотус. Даггер будет купать рубик после Форстафа, лук забрал таки. БКБ опять же у Магнуса. Здесь Тревела после Владмир Доминатора и Даггера для Бисмастера, ну и у Вивера. Второй лук, кстати, получается, вражеский забрали. Будет делать нулифайер. Утерял бета-курьера. Сларк, Диффуза, попытка выйти в БКБ не успевает, очевидно. Магнус, не Магнус, пока Абадон. Владмир, попытка выйти в Кримсон тоже не успевает. Очень много денег еще нужно. Как-то надо не умереть, правда, сейчас купею. Не отдать Симу Стак, но есть Форстаф. Не выдает. Команда рядом. Команда, команда! Хелпаните! Команда хелпует, кстати. Нападение пошло. Еще выбрали именно как мейн цель Миракла. Все потратил. Телефорт сбили. Выгибает. И можно ехать дальше. Цепляет, цепляет, цепляет. Пупей. Инвокер, инвокер говорит fight me. Хорошо. Хорошо. Учитывая, что нападали именно Пупей. Ну и 25-е. В итоге вышло, наверное, даже хорошо. Если не считать того, что Матумба добивает сейчас мать контрола, ЖК очевидно, не убить, не снять. Мана кончается и сейчас он его просто доест. Но зато вся Экспо уехала. Да, по баунсирунам тоже фурионтам, снокерам кто-нибудь сможет слетать все собрать. Чтобы я взял только одну. Рулев, потому что база сейчас будет падать. Два героя вернуться в игру не смогут. Оба ба-байки делали, обоих нет. Со спины выезжает ниша, говорит Кура, здорово. Кура, я думаю, я хочу очевидно в данной перспективе поздороваться с Магнусом на близкие станции не рад. Погибает. Понимаю. Все, смели барак. Минус Т-3 вышка. Будет милокер, кстати, я думаю, подаваться в рассказ. Стандартный паста векса скинбокер. Поднял, вану вижу, опять же, имба в том, что не стоит скивер, ничего. Он подъезжает к Тапульту. Скрипов крипскипнули, но Ката подъезжает, она типа протекшн и выключается. Все, пошла 25-ая, пошли Т-3 шмотки, выпадает еще и гем под названием Третий глаз, трехзарядный, берет его себе Магнус, то есть опять от него не скрыться, не убежать, даже в Инвизе. Дайер Рубен добирает. А ведь Валф просили принести квалификации, чтобы успеть пофиксить всю вот такую дымбу. Так, 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 Кура, 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 Кура. Железь заманцует, да. Заманцевал, его тут не наше, но было близко. Было крайне близко. Так, и нужно придумать какой-то план, то есть каким макаром сейчас в Дайер стороне остаться в игре, учитывая, насколько Магнус плотный и насколько много сотов у всех появляется. Учитывая, что купей постоянно копает, что-то находит, учитывая, что Шайна уже падает и скоро будет второй Рошан через 28 секунд, с которого выпадет Цир и Аегис, под которые я уверен, что Сикреты пойдут заканчивать. То есть необходимо я считаю, стягиваться и воевать. То есть нельзя отдавать в любом случае этого Рошана, потому что, да, они, конечно, если его отдадут, успеют за это время что-то подфармить, возможно появится Кримсон, возможно появится БКБ для Сларка и так далее. Это здорово. Это реально хорошо. Сломается где-нибудь вышка. Но, как после этого убить Вивера дважды? Как после этого убить... Там, пуска. Забирает Курьера, находит Армор с большой глухой. Но купеет тут как тут, сбивает Телепорт. Жаж, из-за этого Курьера отправляется в Таверку. Еще в Рубику вот здесь засчитали. Experience. Что тоже очень странно. Так, Мату. БКБшечка и драться. А БКБшечка и драться, что мне сделать, говорит? У него еще осталось и дабл дэмэдж. Так, ну, Вирошан встал. В курсах про это Пупей, судя по всему, поморгал, говорит, го. Го-го-го, парни. И вот он уже едет. Герой сегодняшнего дня. Молодое дарование. Почти обладатель Мерседеса. Да, грамотно встал, не впитался на страйф, все ушло в Рошана. Мерседеса пошел, звучок висит, и очевидно, мне кажется, что мигмы не пошли драться. Плюс сыр, плюс Аэгис. Получается, 6000 хп с учетом сыра у Магнуса, две жизни у Вивера, а база-то голая. Здесь уже почти доели Т3. Дужки пауки. Так, ну что, кто будет умирать первый? Кто у нас такой хороший? Вон, это Кура. Смотрел явно куда-то не сюда. Явно куда-то не сюда. Пока живет, подсветили его, Дизоль погибает. Кто следующий? Байбэ, кстати, есть. Нужно ли кого-то следующего искать, потому что цель был сломать сторону, а сторону ультима сломали. Выбили ультимейт с майн-контрола. Ну и прямо в дрон на самом деле можно, потому что с ней стоит Т2, и из-за этого нельзя сломать Т3. И Мату под ДД начинает. Сразу Т4, ДД снимается. Нападал, Рэп, и всем прочим, конечно, Мату бегает под мужчину. Пошел Сларк в атаку, выкупается. Пошло РП, вот оно БКБ, и вот он майн-контрол. Не успел, минус Сларк, сидеть с лукой не будет, БКБ только что купил, и за РП погиб. Что делать дальше не совсем понятно. Лиха тоже сейчас будет погибать, пытается драться. Все, закончил драться, больше сил не осталось. Доедает ниша второй Т4, нападение на Джаша. Бывает его тоже, он не вернется в игру, просто не успеет зарезаться, и подцепили. Подцепили, и застанили Витку. Все, и этот фонтан уже не затеет. На этот мужчина вас сюда не пустит. Добивает Рубик. Двокера Магнус просто вывозит опять. Снова вывозит. Еще одного, и почти вытащил следующего. Ну, короче, ГГ 30 минут и 3 секунды потребовал с игр, чтобы реализовать очевидную МГУ патча очень плотного молодого человека под названием Багнатабр, Соло Мид. И отправляются они с позитивом на вторую карту, которая скоро стартует, как только так сразу. И если выигрывать вторую, то отправляются на мажор. Как-то так. Все, уползаю на короткую рекламную музыкальную паузу, после которой возвращаюсь к вам с замечательной трансляцией с лучшими командами этих квалификаций.